Сегодня я хочу поговорить с вами на интересную тему о теологии пения. Псалом 95, с 1 по 3 стих. Воспойте Господу песню новую, Воспойте Господу вся земля, Пойте Господу, благословляйте имя Его, Благовествуйте со дня на день спасения Его, Возвещайте народа славу Его во всех племенах чудеса, Его. Я однажды читал о одном человеке, его зовут Храрио Спаффорд. Он жил в 1080-х годах в Америке, в Чикаго, он был очень богатым адвокатом, лойером, имел замечательный дом, жену, четверо дочерей, один сын, и очень был успешным в своем бизнесе. И вот в пику своей влиятельности финансового, ну, success, его успеха, верху успеха, он и его жена не потеряли ихнего сына. Это был единственный сын. Для них это было очень тяжело. Спустя несколько дней в Чикаго был такой большой Чикаго файр, который истребил практически очень большую часть города Чикаго. И поэтому он не только уже потерял сына, он потерял практически все свое имение, все бизнеса, которые были у них, они потеряли. И вот пришло некоторое время, он решил своей женой уехать в Европу, там родственники, родители, для того, чтобы отойти от всех потерь, побыть вместе. И он сделал планы, но день перед отъездом пришлось ему остаться. Из-за бизнеса на недельку он жену из своих четырех дочерей отправил, а сам остался. Но когда жена и четыре дочери плывли на корабле в Европу, был большой стром, и четыре дочери умерли на этом путешествии. Только осталась жена. Он, когда услышал это с разбитым сердцем, он сел на корабль для того, чтобы прибыть к своей жене, которая проходила очень большую втрату. И вот когда он плыл на этом корабле, в той же местности, где потерял своих четырех дочерей, он там написал книгу, не написал книгу, а песню, которую на лисском она очень известна. Может быть, кто-то из вас и знает ее на русском. Такие слова. Течет ли жизнь мирно, подобно реке, несусь ли на грозных волнах, во всякое время, вблизи, вдалеке, в твоих я покоюсь руках. И там есть такие слова, ты со мной, да, Господь, ты со мной. Знаете, братья и сестры, мы христиане, мы поющий народ. И когда радость, когда горе, когда беда, когда ты не знаешь, что делать, часто мы возвращаемся к песне. И в песне мы находим, вот в словах этой песни мы находим часто успокоение. Мы, поющие люди. Что интересно, что когда даже посмотрят на половину наших служений, половина нашего служения часто это пение. Даже, честно говоря, если взять самые такие консервативные церкви, где там три-четыре проповеди, я иногда смотрю, у них даже больше пения, чем в харизматических церквях. Очень много. Мы поем. Половину нашего служения часто мы поем. Знаете, есть примерно вот три вида церкви. Есть один вид церквей, где пение и прославление – это главная часть, высота их служения. Иногда там, знаете, проповедники, иногда помогают, а иногда проповедника даже не надо. Но вот поклонение – это самая главная часть их служения. То есть ударение идет на поклонение. Есть второй вид церквей. У них ударение идет на проповедь. Иногда, вы знаете, пение используется для того, чтобы приготовить сердца к проповеди, а вот центральная роль служения – это уже все сели, тихо сидят, и идет проповедь. Есть третий вид церквей. У них особенно исторические динаминации в Америке, может быть, даже, знаю, такие классические, там, православные, католики. У них главная часть служения – высота, пик всего идет к причастию. Пение, даже короткие проповеди используются для того, чтобы приготовить сердца к причастию, и у них каждое воскресенье проходит причастие. Я сегодня гость, поэтому я не говорю вам, как правильно, какой вид надо вам создавать в церкви, но или вы в одном виде, второй или в третьем виде. Половину наших служений – это пение. Мы, как христиане, мы поющие люди. Конечно, я извиняюсь за мой русский язык, я, может быть, два раза в год проповедую на русском. После первого служения мне пришло человек десять, сказали, так, вот это слово так, скажи вот это так. Я записал, но не знаю, или у всех смогу вставить, вспомнить, какие они так говорят. Но мы, христиане, мы поющие люди. Когда мы собираемся, мы поем. Знаете, когда мусульманы собираются, они не поют. Когда индусы собираются, они не поют. Когда буддисты собираются, иногда они чем-то, знаете, там йогу какую-то делают, но чтобы так петь, они не поют. Мы, христиане, когда атеисты собираются, они не поют. Когда мы собираемся, мы поющие люди. И пение, оно играет, знаете, такую важную часть всей сферы нашей жизни. Пение формирует нас, правильно, формирует нас в разные сферы нашей или периоды нашей жизни. Я даже помню, когда мне было 6 лет, мы еще были тогда на Украине, мой дедушка был пастором в селе. Мы сидели в городе и вот часто приезжали к бабушке, к дедушке. И я помню, 6-летние, 5 лет приезжаем, и первое, куда мы едем, это в церковь. Еще кушать не кушаем, приехали на служение. И я помню, так ждал с нетерпением, чтобы служение закончилось. Потому что, знаете, будет потом еда, и, знаете, вот этот, ну, я вспоминаю всю вот эту пищу, которая будет, так будет классно, и будем бегать там с родственниками, знакомиться, общаться. Я ждал конца служения. И всегда был знак. Вот у нас в селе, в моем дедушке, всегда была одна песня, которую всегда ее пели в конце служения. Вже зебрание закончилось, иду домой, и даму. Я помню, как только эта песня идет, все, я уже чувствую запах еды. И даже сейчас, когда я чую эту песню, приятные воспоминания. Вот мне нравится эта песня. Где-то понимаю, что сейчас будет праздник. Это мне было лет 6. Помню, когда мне стало 18-19, я стал руководителем молодежи в нашей церкви в Сиэтле. И мы с нашей молодежью часто любили выезжать куда-то, в другие церкви. То в Портланд, то в Спокен, то в Айрогот, то в Калифорнию. Часто мы ездили. И, знаете, проводили служения, потом кушали, общались в парке. Но просто всегда вспоминаю, вот когда расстаемся, знаете, вот две молодежи вместе, уже сдружились за день, за два, за три, пообщались вместе. И вот надо разъезжаться. Знаете, что мы делали? Мы пели песню «Манит сердце мечтою». Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями. Это закон. Надо было спеть вот эту песню вместе. Знаете, пение, оно является большую часть нашей жизни. И любые какие-то взять, когда вспоминаете какие-то части вашей жизни, часто там есть какая-то песня, которая связана с этой частью вашей жизни. И вот сегодня я хотел бы с вами немножко поговорить о теологии пения. Пение – это акт прославления. Второе – пение – это инструмент ученичества. И третье – пение – это инструмент провозглашения миру или еванализации. Вот короткая моя опроба. Некоторые мысли здесь, они взяты от автора Мэтт Базл, который есть музыкант, написал много песен. Начнем с первого. Пение – это и есть акт прославления. Первая причина, почему мы поем – это для поклонения. Смотрите на стих второй. Пойте Господу, благословляйте имя Его. Знаете, в день, когда люди собираются для того, чтобы хулить имя Божие, для того, чтобы произносить имя Божие напрасно, для того, чтобы праздновать, проводить свое время, мы собираемся для чего? Поклониться Богу. И когда в разных местах собираются и делают грех, мы собираемся, чтобы поклониться Богу. Первая и главная причина, почему мы поем – для поклонения Богу. Когда мы смотрим на этот текст, Библия говорит «пойте Господу». Оно нам не дает вариант, знаете, может быть, не петь, как option. Ну, у нас option нет, здесь повеление «пойте Господу». Для того, чтобы… ну, пение – это повеление в Библии. И больше 50 раз Библия повелевает нас петь. Больше 50 раз. Пение в Библии вспоминается больше 400 раз. Слово «пение». Когда мы смотрим самая большая книга в Библии – это что? Книга Псалмов. Когда мы смотрим даже в Новый Завет. Вот давайте посмотрим на несколько стихов. Колоссянам 3,16. «Let the word» – «Слово Христово, да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте, вразумляйте друг друга чем? Псалмами, славословием, духовным пением о благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Или написано Ефесянам 5,19. «Назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Или мы смотрим Старый Завет, или мы смотрим Новый Завет. Библия говорит много о пении. Даже если взять вот эту книгу «Зефания», это, знаете, «Апакрифа», написано, что там, написано, что Бог поет. Но мы точно знаем, что Иисус пел. Если мы смотрим Новый Завет, «Тайная вечеря». Они покушали, и потом что сделали? Они спели вместе. Иисус пел. И даже когда висел Иисус на кресте, слова, которые Он произнос, это были слова песни. Да, конечно, это пророческие слова, пророк, который предвидел эти слова, но это были слова песни. Мы видим, что Иисус пел. И в вечности мы также будем петь. Поэтому, когда мы говорим о тегологии пении, первое, что мы должны знать, пение – это есть акт нашего поклонения. Вы знаете, я хотел бы подметить здесь, что вот какой ваш акт поклонения в вашем пении? Мы видим в Библии, что принесли двое братьев жертвоприношения, да, Каин и Авель. Одного Бог принял, а второго не принял. И если наше пение – это акт поклонения, прославления, жертвоприношения нашему Богу, хочется задать себя и вас, какое ваше поклонение? Как вы поете? Вторая часть теологии пения – пение – это акт прославления. И второе – пение – это есть инструмент ученичества. Пение – это инструмент, это путь ученичества. Смотрите, написано «Благовествуйте со дня на день спасения Его». Когда мы поем слова, они формируют нас. Слова, они влияют на нас, на наш разум, на наше мышление, на наше мировоззрение, на нашу теологию, как мы смотрим на Бога, как мы смотрим на себя. Слова, песни – это акт ученичества. Знаете, когда мы поем, оно формирует наше мысление. Иерстателл однажды сказал такие слова. «Музыка имеет силу формировать характер». Музыка имеет силу формировать характер. А Плейро сказал такие слова. «Позвольте мне написать гимны нации, и мне безразлично, кто пишет ее законы». Слышите? «Позвольте мне написать гимны нации, и мне безразлично, кто напишет ее законы». Мне хочется сказать, знаете, для каждой церкви. Позвольте мне написать гимны вашей церкви, и мне безразлично, какое ваше вероисповедание на вашем веб-сайте или где-то в офисе, знаете, официальное ваше вероисповедание. Почему? Потому что не то вероисповедание где-то там в офисе написано, а вот гимны, которые мы поем, они часто формируют нас. Пение – это акт ученичества. Когда мы встречаемся с болью, с сомнением, с страхом, с радостью, безразличием, часто пение, оно формирует нас. Я расскажу одну историю. Мы были в Алабламе, в Чурчурдахайнас, очень большая церковь, и однажды пастор делился с нами на пасторской конференции. Он говорит, что было время, когда церковь очень быстро росла, и вот количество хрящаемых всегда было очень большое. И мы заметили, мы пришли в какой-то сезон, количество хрящаемых, еще люди принимали хрящение, но как-то спало. И не росло количество людей, которые принимали водное хрящение. И говорит, для нас это был показатель, что где-то что-то мы потеряли. Если люди не берут следующий шаг в вере, и люди не приходили ко Христу, мы что-то потеряли, как церковь. Поэтому они взяли всех служителей, уехали на время поста и молитвы, и сделали анализ. А что, где мы потеряли? В чем мы потеряли, что как-то люди не принимают крещение? И много было каких-то выводов, но одной из вещей, которые они заметили, когда они сделали опрос разных служителей, где мы потеряли, одной из вещей, которые они заметили, что как-то зал перестал петь. И они определили это по двум причинам. Первая причина у них, они поменяли сцену, и они поставили 27 экранов на сцене. И знаете, ну 27 экранов, значит, надо сделать красиво. Там, знаете, свет, подсвет и дым. И знаете, взяли там такие вот картинки, там вертолет летает, снимает. Если вы когда-то в Дизниленд были, в Дизни Уорл, знаете, вы пойдете там, садитесь и перед вами там вылетите, вы смотрите, и такой вау! Знаете, и вот они взяли, вот города, там дома, птахи, все летает. И на этом стоят слова. И говорит, ну, я даже помню, когда приехал к ним раз, ты не хочешь сопеть, ты смотришь так, вау! С удивлением, краса какая-то, смотришь везде, как так уж вдохновляешься тем, что видишь. И мы заметили, что вот люди не поют, люди смотрят, потому что что-то есть посмотреть. А второе, что они заметили, что они так-то попали на такую волну, вот всегда все новые песни. Кто-то своих новую песню хочет каждое воскресенье выставить, знаете, кто-то написал, давай пропоем, кто-то еще где-то новую песню, и вот каждое воскресенье все новые песни. Ну, есть иногда такая тенденция. И знаете, ну, вы все знаете, когда новая песня, ты иногда так смотришь, думаешь, ну, я еще не буду петь, потому что не хочу как-то выйти из строя. Не знаю, сейчас мы вверх идем или вниз идем, долго тянуть или коротко тянуть. Ну, и ты стоишь, пока знаешь, ну, ждешь, чтобы как-то понять ритм песни, а потом ты смотришь, они уже даже не возвращаются к этой песне. Новая, снова песни. И когда мы заметили, что вот все, это начало, повлияло на то, что люди перестали петь. И он сказал, пастор говорит, мы поменяли что-то. Я говорю, я попросил, да, новые песни важно петь, потому что Библия говорит, пойти, Господу, новую песнь, нам надо новые учить время от времени. Но, говорит, во всех, когда мы поем, надо всегда иметь песни, когда можно просто закрыть глаза и просто знать слова. И, то есть, какой-то делать хороший микс. И, говорит, они решили вот себя, когда во время пения, вот этих вертолетов уже не летает. Просто вот какие-то красивые экраны, но без всяких там, знаете, без всяких там городов, которые летают, птиц, которые летают. Говорит, и сначала как-то народ почувствовал, что произошло, что-то потерялось. Но, говорит, потом мы почувствовали, зал начал петь. И когда зал начал петь, говорит, мы смотрим, через некоторое время количество хрящаемых поднялось. Почему? Песни, они формируют нас. Они влияют на нас. Они влияют на наше мировоззрение. Они влияют на нашу теологию. Часто, когда, с чем мы не встречались, мы вспоминаем песнь, и она помогает нам. Она поднимает нас. Песни, они формируют нас. И, поскольку они формируют нас, хотел бы просто посоветовать для вас. Первое. Пойте для себя. Пойте сами. Когда в машине, где вы бы не были, запомните несколько песен на память. Знайте их. Пойте их. Повторяйте их. Давид, в самые тяжелые периоды своей жизни, что он делал? Он пел. Он заставлял себя, надейся на Бога, душа. Он пел себе. Пойте сами. Второе, что я хотел бы посоветовать для вас, поскольку песни влияют, знаете, на ваш характер, на характер ваших детей, на мировоззрение вашей семьи. Пойте в дома. Пение – это акт ученичества. Пойте в дома. Одно из самых лучших вещей, которые привлекли меня к моей жены и ее семье. Сегодня день мамы. Вот вспоминаю свою тещу. Знаете, я помню, первый раз пришел к ним домой. Ну, где-то встанем и сели там на диване, общаемся, знакомимся. А слышу, с кухни пение идет. Мама и папа, такой замечательный дуэт, поют песни. Думаю, вау, уникально. И это не только раз. А каждый раз прихожу, в какой-то момент снова пение. Мне это так привлекло, мне это так понравилось, что даже когда мы сейчас, знаете, любые праздники, Рождество, Thanksgiving, Пасха, мы собираемся с семьями, родственниками, и в какой-то момент, знаете, покушали, все бегают, там где-то футбол, девушки с собой, парни с собой. Но в какой-то момент мы говорим, хорошо, время, всех собираем, в один зал, кто-то берет гитару, и мы поем. Было время, более пели на русском, на украинском. Сейчас бабушка, дедушка говорит, не, уже пойте на английском, чтобы дети понимали. Ну почему? Потому что не знаешь, как важно вот петь вот эти песни. Потому что это есть и акт ученичества. Они учат нас, они влияют на наше мировоззрение. Поэтому пойте сами, пойте в ваших домах. Третье, что хотел бы просто ободрить вас, пойте с церковью. Не опаздывайте на служение. Пение, это не есть там, знаете, такая подготовка просто. Нет, это акт прославления, это есть акт ученичества. Когда мы поем, знаете, некоторые из вас, вы уже привыкли, просто стоите и смотрите, как-то так, тяжело уже вам, знаете, уже вот, когда в джим долго не ходил, знаешь, тяжело там что-то поднимать. Хочу попросить вас, начните петь. Начинайте петь в церкви. Пойте с церковью. Это и есть акт ученичества. Хотел бы помнить, здесь также, пойте, когда вы будете петь с церковью, пойте, наверное, это больше для служителей, пойте с псалмы, которые богатые в теологии. И, честно говоря, знаете, есть старые песни, которые богатые в теологии и которые богатые в журавлях. Ну, нет, надо хорошие и старые песни и даже новые песни. Есть те, которые замечательные, основаны на Библии, а есть те, которые просто основаны на «я». Знаете, все для меня, мне не хватает, меня надо любить. Основаны на «я», а не на Боге. Это, ну, то, то несут или старые песни, или новые песни. Пойте песни, которые богаты в теологии, которые говорят о Боге. Знаете, очень много можно даже песен брать с Библии. Для меня сейчас стала любимая песня «Господь, ты пастырь мой». Это просто с Библии взято, но оно так поднимает твою душу. Пойте, пойте сами, пойте с семьей, пойте с церковью. Значит, пение – это акт поклонения, пение – это акт ученичества и последнее. Пение – это акт явонизации, это инструмент явонизации, это инструмент провозглашения миру. Смотрите, третий стих. «Возвещайте народу славу Его во всех племенах чудеса Его». Когда мы поем наши слова, это акт явонизации, Я после первого потока подошла ко мне, одна женщина говорит, «Ты знаешь, я покаялась на песне». Вот пришла в церковь раз, и где-то что-то там не до конца не понимала, но потом была дома, и слова песни приходили мне на память, постоянно, постоянно. И она говорит, пришло воскресенье, я решил снова пойти послушать их песни. Я помню, когда мне было 15 лет, мы поехали первой нашей поездкой на Украину на миссию. Я там и друзья, и мы поехали с дедушком Федорчуком. Может быть, кто-то знает. Поехали в Чернивскую область, в Сумскую, Полтавскую область, и дедушка нас там по 3-4 базара в день возил, и мы должны были там проводить химонизации. Помню, мы там взяли наши Библии, там, знаете, все наши проповеди, мы там мечтали быть Бонки, Билигрэмом, и вот готовы были проповедовать. Но дедушка Федорчук, мы то Библии имели, а он взял с собой песенники. Как это сказать? Да. И раздал нам, парням, мы думаем, что это? Он говорит, открывайте номер 780. Мы открыли, и он говорит, да, так, будем петь. Начнем петь, и народ соберется. А-а-а, все, начали петь первую песню, вторую песню, народ собирается. Ну и потом дедушка говорит, ну хорошо, Русик, проповедуй. Я взял, здесь готов уже сказать проповедь, и только начал проповедовать, минутку прошло. А один мужик стоит, эй, эй, остановись, ты можешь еще раз петь эту песню? Она мне что-то по сердцу пошла. Спойте еще раз эту песню. Я такой разбитый еванелист, закрыл свою Библию, 780, и снова начали петь песню. Пение, тоже есть, важно проповедь, нужно проповедовать, но пение, также есть акт еванализации. в наших словах, которые мы поем, вот как-то, знаете, они заходят в сердце. Это акт еванализации. Можно вам сказать, дорогие родители, вот дьявол тоже понимает, что пение это акт еванализации, и он пытается еванализировать ваших детей на свое мировоззрение. Вы думаете, как часто могут дети уйти от веры, это не потому, что они какой-то семинар нашли на ютубе, услышали раз и все. Часто это песни, которые они слушают, которые формируют их, их мышление, их сердце, их мировоззрение, как они смотрят на Бога, как они смотрят на себя, как они смотрят на их супругу, как они смотрят на свое тело. Пение, оно, оно меняет их мировоззрение. Мы должны быть очень осторожны, что наши дети слышат. Поэтому родители, если даже дети ваши там имеют научники, я бы советовал для вас иметь такой Spotify-аккаунт, который вы можете посмотреть, что они там слушают. И посмотрите на эти слова, прочитайте, знайте, что эти слова будут влиять на их мировоззрение. Пение – это акт евонизации. Когда мы поем, наши слова евонизируют. И второе, что когда мы поем, мир видит нас единство. Вот все мы разные, с разных стран, старшие, молодшие, но мы поем вместе. И Библия говорит, когда они увидят нашу любовь друг к другу, наше единство, они захотят Христа. Знаете, возьмите песню Amazing Grace, например, поедите в любую страну мира, начните ее петь, и сразу христиане, они придут и будут петь вместе с вами, даже на разных языках. И вот, когда мы поем, это и есть акт евонизации. Пение – это акт прославления, это акт ученичества, и это акт евонизации. Знаете, мне нравится, когда мы смотрим на Иова, когда он потерял все. Смотрите, в первой лавы с 20 стиха, тогда Иова встал, разорвал верхнюю одежду свою, острых голову свою, пал на землю и поклонился и сказал, нах я вышел из шевы матери моей, нах я возвращусь. Господь дал, Господь взял, как угодно было Господу, так и сделалось, да будет имя Господне благословено. Во время потери он прославил Бога, и это обновило его разум. Это обновило его. И вот если взять историю вот этой Хорарио Спаффорд, который потерял своих дочерей, потерял своего сына, потерял все, он пришел к песне, и песня ободрила его. Мы христиане, мы должны петь. Знаете, кто-то говорит, ну, надо петь, но надо тоже молиться. Хотел бы просто коротко, минутку показать вам. Когда мы смотрим на молитву, молитва имеет три части. Молитва, первая часть, возьмите молитвы «Отче наш». Сначала мы говорим «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, наши глаза, они поняты к Богу». Вторая часть молитвы мы смотрим внутрь. «Прости нам, долги наши, как мы прощаем, должникам нашим». Мы смотрим сюда. И третья часть, мы уже смотрим внешне, наружу. «Хлеб наш насущный, дай нам на каждый день, да, да приедет царство, будет Твоя воля, на земле, как на...» Знаете, мы уже, мы смотрим на внешность, наружность. Когда мы посмотрим на пение, да, если можно, следующий сайт, смотрите, пение, оно имеет такую же самую схему. Вверх начинается это поклонение, внутрь это ученичество, пение учит нас, и наружу это явонизация, это провозглашение. Поэтому, где граница между пением и молитвой, я не знаю. Но они делают и все то же самое. Мы смотрим вверх, поклоняемся Богу, мы смотрим внутрь и каемся, и там происходит ученичество, формирование, формирование нашего мышления, нашего разума, наших идей, и мы провозглашаем снаружи о Божьей благодати и ее милости. Братья и сестры, мы должны петь.